МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша. Информационная программа Республика в студии Ольги Пырочкиной в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сделано в Чувашии. Михаил Игнатьев посетил ведущие электротехнические предприятия Республики. Приятного аппетита! Наша съемочная группа выяснила, как кормят пациентов в больницах Республики. Ехали-ехали в яму Небух. В Республике продолжается ямочный ремонт. Как строить дешево, качественно и быстро? Эти вопросы руководители регионов по Волжии обсудили на очередном заседании Расширенного совета при полномочном представителе президента России в ПФО. Заседание состоялось в Пензе. На нем обсуждали развитие строительного рынка в округе, участие в работе. Совета принял и глава Чувашия Михаил Игнатьев. Чтобы решить квартирный вопрос, миллионов россиян необходимо разработать поэтапные планы. Недавно в правительстве страны утвердили минимальную ипотечную ставку. Теперь она не превышает 12%. Это принесло свои плоды. За последние две недели в округе количество желающих получить дешевые кредиты увеличилось в разы. Сразу хочу сказать несколько слов о том постановлении правительства, которое вышло. Это действительно была серьезная задача, серьезный вызов. Нам удалось найти 20 миллиардов в бюджете Российской Федерации, несмотря на все сложности. Какие там критерии? Критерии четкие, критерии понятные. В первую очередь это то, что касается новостроек. Это должна быть обязательно новостройка. Второй критерий, что это должно быть единственное жилье. Третий критерий – это все-таки первый взнос повышенный. Вообще, по подсчетам в округе, по ипотеке приобретается большинство квартир. Только в прошлом году в регионах Поволжья было выдано кредитов на сумму 350 миллиардов рублей. По прогнозам, темпы строительства могут превысить прошлогодний рубеж. Причем в тройку лидеров по вводу жилья на одного человека вошла и Чувашская республика. По этим показателям регион обошел Пензу и Башкортостан. Сейчас субъектам необходимо строить больше домов экономического класса. Участники окружного совета предложили установить единые стандарты для такого жилья. Это приказ Минстроя 223 об утверждении условий отнесения жилых помещений к жилью экономического класса, который фиксирует только технические параметры жилья эконом-класса, то есть метраж и технические характеристики, но не фиксирует в себе ценового параметра. Если мы хотим, чтобы на рынок действительно вышло массовое жилье экономического класса, Михаил Александрович, просьба все-таки нам приказ Минстроя привести в соответствии с этой программой. Сейчас стоимость одного квадратного метра квартиры экономического класса колеблется в пределах от 35 до 50 тысяч. Удешевление жилья заинтересованы и строители. На помощь им приходят современные разработки – прочный пластик, базальтовые трубы, газобетон. Причем в отрасли постепенно отказываются от поставок из-за рубежа, делая ставку только на российские материалы. Основные строительные материалы производятся в Российской Федерации. Это и цемент, и металл. И промышленные материалы, как отмечается, будут наращивать объемы выпуска этих материалов. Во многих регионах нашей страны, в том числе и в Чувашии, уже во всю идет импортозамещение. Это и терамическая плитка, это и облицовочные материалы, это и утеплители. Новые проекты строительной сферы презентовали на площади перед домом правительства Пензе. На эту выставку привезли даже вот такой одноэтажный дом. Построить этот дом возможно буквально за одну неделю. Стены состоят из толстого слоя пенопласта, гипсокартона и металла. Здесь хватит места для одной семьи из четырех человек. Для их удобства здесь есть и кухня, и детская комната, и уборная, и просторный зал. Сейчас в России подобные проекты набирают большую популярность. Дома экономического уровня в регионах возводят и в рамках программы «Жилье для российской семьи». За три года только в Чувашской республике построят более 200 тысяч квадратных метров квартир такого класса. Михаил Игнатьев отметил, что обеспечение жильем нуждающихся является приоритетом для правительства региона. По нашим государственным программам, те средства, которые предусмотрены, мы сполна выделим. И все средства наши жители Чувашской республики, как участники государственных программ, сполна получат. Кроме всего этого, ветераны Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной войны 100% получат свое жилье, ибо средства мы получили, сегодня выдаем сертификаты. На окружном совете обсудили и проблему пострадавших дольщиков. Решить ее во многих регионах планируют уже в этом году. Необходимо сейчас сократить административные барьеры, а также количество разрешительных процедур при строительстве домов. Эти вопросы руководители субъектов предложили рассмотреть и членам российского правительства. Медрик Ковалев, Александр Петров, Республика, из города Пенза. Сегодня глава республики Михаил Игнатьев посетил ведущие электротехнические предприятия Чувашия, исследовательский центр «Бреслер» и компанию «ВНИР». Подробнее прямо сейчас. Сектор изготовления электронных модулей, инженерный центр и центр производства. Все это первым делом осмотрел глава республики в исследовательском центре компании «Бреслер». Это предприятие недаром признано одним из лидеров российского релестроения. Продукцию компании хорошо знают и за пределами страны. Уже сейчас в Монголии, а именно в Улан-Баторской ТЭЦ, успешно введено в эксплуатацию наше оборудование. С учетом импортозамещения, с учетом санкций, то есть для вас появились дополнительные возможности продвижения своей продукции, продажи своей продукции. В плане качества. Правильно я понимаю? Вот это самый главный ключевой фактор, соответственно. Около 60% сотрудников компании заняты научными исследованиями и разработками. Так, например, Павел Воронов в свои 23 года в составе научной группы уже запатентовал 10 разработок. «В Чебоксарах очень хорошо развит релеальный центр. Им недаром считается то, что Чебоксары – это релеальный центр Российской Федерации. И вот чебоксарских специалистов ценят не только именно в нашей республике, а по всей стране и даже в ближнем зарубежье». Сотрудники предприятия могли лично пообщаться с главой республики и задать волнующие их вопросы. Пожалуй, самой обсуждаемой стала тема повышения стоимости проезда как по городу, так и в районы. «Наши обязательства по перевозке наших ветеранов, малобеспеченных семей, они остались. Все эти социальные обязательства мы выполняем. И, соответственно, все хотят в этой жизни, с учетом удорожания, определенные, как бы сказать, дельты поднимать. Это везде, не только у нас, по регионам она дорожает. Можно сказать много, для кого-то это мало. Поэтому здесь по-разному можно осуждать. Но не обоснованно роста тарифов мы не давали и не будем давать». Кроме обсуждения житейских проблем, были и слова благодарности. Так, в прошлом году на подобной встрече главе республики был задан вопрос. Он касался дольщиков и их проблем с жильем. «Хотела вас поблагодарить, что вы посодействовали в решении данного вопроса. И дом достраивают. Ну и, соответственно, будем заселяться скоро». «Мы завершим в этом году все вопросы подольщиков. Но самая главная наша задача, задача городских властей – не допускать этих проблем. Поэтому этот очень сложный такой механизм разрешения был. Но, по крайней мере, мы вместе с вами справились». Еще одной компанией, которую посетил Михаил Игнатьев, стал Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения. За более чем 50-летнее существование в НИИР стал бесспорным лидером по созданию магнитных пускателей, малогабаритных реле и систем релейной защиты для судовой энергетики. «Основная цель была визита – это почувствовать в условиях кризиса, как ведет себя экономика предприятий этих. Мы убедились, что ничего не стоит, а все движется, все кипит, работа продолжается. Видели, как выстроена система подготовки кадров. Выращивают они для себя кадры еще, начиная с первого, второго курса университета. И потом дальше продолжая стимулировать и оставляя их здесь на себе, на предприятии». Встреча завершилась на позитивной ноте. Два работника компании в НИИР получили почетное звание «Заслуженный работник промышленности Чувашской республики». Юлия Важенина, Расиль Мухамедов, Республика. С сегодняшнего дня начинается весенний призыв граждан на военную службу. Несмотря на 1 апреля с правоохранительными органами лучше не шутить. Уклонение от исполнения воинской обязанности преследуется Уголовным кодексом. Нарушителям может грозить лишение свободы сроком до двух лет, штраф в размере до 200 тысяч рублей или принудительной работы. Но подобные меры некоторые жители Чувашии не страшат. В 2014 году в суды направлено 21 такое уголовное дело, а в истекшем периоде с текущего года 4 уголовных дела. Как и в предыдущие годы, основным способом совершения указанного преступления являлась неявка, в том числе и по несколько раз, призывников, признанных годными к несению военной службы в территориальное дело военного комиссариата Чувашской республики для выполнения мероприятий, связанных с призывом. В последние годы суды в Чувашской республике при вынесении приговоров применяли в отношении уклонистов такой вид наказания, как штраф. Размер его, в зависимости от конкретных обстоятельств совершения преступления и лично характеризующих данных осужденных, составлял от 10 тысяч до 100 тысяч рублей. Всего в прошлом году общая сумма штрафов, наложенных на уклонистов, составила 700 тысяч рублей. Через неделю после Всемирного дня смеха отмечается Всемирный день здоровья. Темой этого года объявлена безопасность пищевых продуктов. Туда, где еда должна быть самой безопасной и полезной, в больничную столовую отправилась наша съемочная группа. При упоминании о больничном питании россияне обычно морщат нос. О вкусе казенной еды в учреждениях здравоохранения многие знают не понаслышке. Интернет-форумы пестрят злобными отзывами. То, чем там кормят больных, нельзя давать даже собакам. Это просто какой-то кошмар. В столовой нет ни соли, ни сахара, ни хлеба. Практически каждый день на обед и на первое, и на второе страшная пареная капуста без всего. Кисель там, наверное, одну пачку разводят на 5 литров воды, забывая добавить сахар. Посмотреть, как кормят в республиканской клинической больнице в Чебоксарах мы решили лично. Итак, первое, второе хлеб и чай на вид вполне аппетитно. Пациенты, судя по всему, тоже довольны. Первое, второе кормят. Утром, вечером каши, каши плюс яички, запеканки, рыбные блюда, мясные вторые блюда, овощные блюда. Все меня очень устраивает. Всех уговариваю. И в столовой сижу, я говорю, девочки, из дома таскайте меньше, говорю. Давайте здесь питаться, как нам положено, для здоровья, для нас. Как начала питаться, начала себя лучше чувствовать. На самом деле, очень вкусно кормят. Утром каши, это обычно вообще очень вкусно. На обед уже дают и первое, и второе. Это супы, борщи, очень нравится. Потом уже дают на второе тоже опять. Иногда каши, иногда гороховая каша. Никогда не ела, честно говоря. Сейчас очень нравится. Что ж, возможно, взрослое поколение просто не привыкло привередничать в еде. Однако специалисты объясняют нелюбовь. Большинство россиян к больничной пище по-другому. Здесь вам не глутамата, а натрия, усилителя вкуса нежирных наваристых бульонов, не избытка соли и сахара. Иначе говоря, в больницах кормят совсем не так, как пациенты привыкли питаться дома. Вот и приходится к правильному питанию привыкать. Лечебное питание является одним из видов комплексной терапии пациента. То есть это вид лечения. Естественно, если пациент пришел лечиться, то в первую очередь должен соблюдать режим питания в стационаре. Рацион питания пациентов сбалансирован по белкам, жирам и углеводам. Энергоценность соответствует всем нормам, которые прописаны в отраслевом приказе. Кроме этого, он обогащен специализированными продуктами питания на сегодняшний день, легко усвояемым белком и обогащенными продуктами, то есть обогащенными микронутриентами. И, конечно, способствует выздоровлению пациента. Чтобы добиться оптимального соотношения цена-качество, часть учреждений здравоохранения в республике перешли на систему аутсорсинга. То есть в больнице персонал занимается своими непосредственными обязанностями лечения пациентов, а иду для них готовит какая-либо сторонняя организация. В настоящее время из 45 учреждений, работающих в системе обязательного медицинского страхования и оказывающих медицинскую помощь в круглосуточных и дневных стационарах, 21 учреждение организацию лечебного питания проводит путем самостоятельной закупки продуктов питания и приготовления пищи. И 24 организации отдают данные услуги сторонним организациям на аутсорсинг. За прошлый год расходы средств обязательного медицинского страхования на организацию лечебного питания составили 258 миллионов рублей. Расходы эти увеличились по сравнению с 2013 годом на 23%. Организации, которые поставляют питание в больницы, тщательно отбирают по конкурсу. Кроме того, контроль качества ежедневно ведется непосредственно в учреждениях дежурным врачом и диетологом. Впрочем, как бы вы ни относились, к больничному питанию в больницы лучше не попадать. Путь здоровы. На дорогах Чувашии продолжается ямочный ремонт. О ходе ремонтных работ на улицах столицы в нашем репортаже. Как отмечают специалисты, в этом году от резких перепадов температур площадь повреждений дорожного полотна увеличилась. С 26 февраля рабочие предприятия по содержанию уличной дорожной сети города отремонтировали в общей сложности более 4000 квадратных метров. В процесс ремонта недавно включился новый рециклер. Он позволяет разогревать асфальтобетонную смесь до 220 градусов. Такая технология существенно сокращает сроки работ. Через 10 минут после заливки по поврежденным местам уже может проехать транспорт. Из расходов на 510 тонн литового асфальтобетона. Работы ведутся ежедневно в двухсменном режиме, включая выходные дни. С поступлением новой единицы техники, дополнительной приобретенной администрацией города Чуваксары, нового рециклера. С 21 марта при работе в двухсменном режиме среднесуточный объем работ около 200 квадратных метров. С 10 апреля планируется возобновление ремонтных работ с помощью техники КДМ-316, работающей методом пневмонабрызга. Одна ремонтная бригада такого типа в месяц способна отремонтировать площадь более 1400 квадратных метров. В этом году решили отказаться от идеи расширения до четырех полосы дороги по улицам Энгельса и Ярославская. Средства решили направить на укладку нового асфальтового покрытия от улицы Гагарина до улицы Ярмарочная в Ленинском районе. Анастасия Алангина, Александр Петров, Республика. В год 70-летия Победы мы много говорим о преемственности поколения, о патриотизме не на словах, а на деле. Городской конкурс две звезды собрал в галоконцерте ветеранов войны и их внуков. Военно-патриотические песни звучали в стенах Национальной библиотеки. К самому старшему участнику галоконцерта ветерану войны Петру Николаевичу Теплову 92 года. Всю войну он прошел связистом. Принимал участие в освобождении Московской, Смоленской, Псковской областей, Белоруссии, Литвы и Латвии. Награжден Орденом Отечественной войны, тремя орденами Красной звезды, медалями за победу над Германией и за взятие Кёнигсберга. Недавно ветеран написал документальную повесть «Страницы моей жизни». Мы знали, что все равно победим, победа за нами будет, но кто останется жив, он будет счастливым человеком. И вот я остался жив, сейчас мне 92 года, я пока в движении. Почему? Потому что я дружу спортом, все время в движении, все время встречаюсь с школьниками, товарищами, студентами. И это мне, видимо, помогает. На сцене Петр Николаевич выступал с правнуком. Поддержать его пришли школьники вместе с педагогом Галиной Корсаковой. Галина родом из Яльчикского района, как и ветеран. Их связывает давняя дружба. Вместе они подготовили выступление. Их вальс – это память о военных годах. Несмотря на возраст, ветеран хорошо чувствует себя на сцене. Он считает, что секретом его долголетия является здоровый образ жизни. Городской конкурс – это наглядный пример военно-патриотического воспитания. Когда выходят на сцену такие ветераны и их правнуки, за будущее можно быть спокойным. Мы очень благодарны ветеранам за эту победу. За то, что они вложили свой труд, свою отвагу, свое мужество и силу в эту войну, которая была очень жестока по отношению ко всем гражданам. В этой войне приняли участие наши родственники, наши деды, наши прадеды. Они погибли, сражаясь за нашу родину. Поэтому мы уважаем этот праздник и считаем, что его надо праздновать. И нельзя забывать ни в коем случае про эту страшную войну. Анастасия Алангина, Расиль Мухаммедов, Республика. В следующем году Чувашская газета «Хэпар» празднует 110-й день рождения. Немало редакторов издания сменилось за это время, но первого Николая Никольского знают и чтят до сих пор. В Казани был дан старт юбилейным мероприятиям. Сотрудники издательского дома «Хэпар» встретились с деятелями чувашской культуры, проживающими на территории Татарстана, и обсудили с ними вопросы взаимодействия. Подробнее в следующем сюжете. В 1906 году доктор исторических наук Николай Никольский основал первую газету на чувашском языке «Хэпар». Находясь на посту главного редактора, он выпустил 22 номера. Казалось бы, совсем немного, но именно благодаря им его имя навсегда осталось в истории чувашского народа. Мы все находимся сейчас под впечатлением. Должен сказать, мы приехали сюда еще раз поклониться святой земле Татарстана, которая подарила нашему миру многих великих людей. Делегацию приняли в Доме дружбы народов. Представители чувашской диаспоры в Татарстане отметили. Для них газета «Хэбар» – одна из самых крепких нитей, связывающих их с исторической родиной. Действительно, величайший юбилей, величайшего издания. Газета – это не только книга. Книга – это великое издание. А газета – это величайшее издание. Потому что газета несет информацию каждодневно в сердце своего читателя. Поэтому с газетой надо считаться. На страницах «Хэбар» часто можно встретить публикации о событиях общественной и культурной жизни Татарстана, значимых для чувашского народа. С недавних пор у газеты имеется специальный корреспондент в этом регионе – Светлана Садыкова. Но Татарстан – хоть и ближайший, но не единственный сосед нашей республики. Чуваши проживают во всех регионах по Волжье, а значит, праздник в честь 110-летия первой чувашской газеты «Хэбар» придет и к ним. Екатерина Абрамова, Андрей Спиридонов, Республика. В Центре современного искусства Чувашского государственного художественного музея открылась персональная выставка Николая Садюкова. Человек, которому изобразительное искусство Чуваши обязано очень многим. Он не только пишет свои картины, но и сохраняет чужие. Подробнее в нашем сюжете. Николай Садюков – художник, реставратор, стажировавшийся во Всероссийском научно-реставрационном центре «Грабаря», главный хранитель фондов, бывший директор художественного музея. Редкий и счастливый случай, когда творчество становится профессией. За 50 с лишним лет работы в Чувашском государственном художественном музее и музее-квартире Моисея Спиридонова им собраны и сохранены для будущих поколений сотни разных полотен. Он автор каталогов, путеводителей, благодаря которым зрители учатся ориентироваться в музейных коллекциях. Из-под его пера вышли множество публикаций о художниках Чуваши. Мы открываем уникальную выставку заслуженного работника культуры Российской Федерации музейщику с большой буквы этого слова художнику Николаю Ивановичу Садюкову 75. И эта персональная его выставка посвящена этому юбилею. Полотна самого Николая Садюкова столь же узнаваемы, как и бережно хранимые им работы известных мастеров кисти. Все его творчество посвящено родному краю. Именно в красотах Чувашской земли он находит вдохновение. Такой стала среда глазами корреспондентов национального телевидения Чуваш. Я с вами прощаюсь и всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok